Вы слушаете радио Болткома Утро на Болткоме Да, еще раз доброе утро. Продолжаем работу в прямом эфире. Я Бекелкин, Александр Шунин. Доброе утро. Мы по-прежнему в этой студии. И сейчас Александр, представь нам следующего эксперта. Да. Я обратил внимание на прошлой неделе на одно сообщение, автором которого был Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций. Довольно такой убористый текст, которым члены вот этой организации говорили о том, что планы развития рижского центрального рынка должны учитывать очень простой факт, что этот центральный рынок должен стать главным рынком в стране для сбыта, собственно, местной сельскохозяйственной продукции, как это было всегда, в общем-то, с самого начала, с 1930 года, когда центральный рынок был открыт на нынешнем рынке, так оно и было. Со всей страны свозились продукты именно в Ригу, именно на центральный рынок, именно местные. И сейчас с нами на связи член отправления от организации Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций «Каспарс Мелнис». Хотим поговорить, чего не хватает крестьянам именно в плане центрального рынка, каким они хотели бы его видеть, какая, может быть, материальная поддержка нужна, какие-то скидки на торговые места или что-то в этом роде. Каспар, доброе утро. Доброе утро. Итак, мы же правильно, я же правильно сделал эту подводку, да, речь идет о том, что вы хотите центральный рынок сделать таким основным, вернуть ему вот этот прежний статус, основное место сбыта латвийской сельскохозяйственной продукции, верно? Да, можно и так сказать с этого угла. Ну, я бы сказал больше, что мы хотим опять ему сделать как бы как визитную карту в Риге. И одно и самое главное, что бы мы хотели, конечно, видеть, что доминировать местные продукции. Во-первых, это уже все знают, что мы едем куда-то путешествовать, мы куда хочем зайти в местный рынок, что мы там хочем видеть местные продукции. Это, во-первых. Во-вторых, это самое главное, наверное, пункт, который там спрашивает улучшать, это окружающая среда, как бы улучшить доступ, я бы хотел сказать. Ну, такой как бы не только для людей, которые приезжают в Латвию, но и даже для самих местных покупателей. Ну, нет никакого секрета, что если приезжать, например, на тот же самый ночной рынок, вечером, когда бывает, там негде оставить машину, негде куда дать, и очень проблематически туда попасть хотя бы. Есть такие очень маленькие, много нюансов, которые надо просто улучшить. Конечно, да, и сейчас смотрим, мы все хотим жить в зеленой среде, среды, и это очень нужно для этого как раз, и это есть ключ местная продукция. Где еще ее покупать, если не на центральном рынке, я бы хотел так сказать. Так оно и есть, в принципе, за весь мир не скажу, но в Европе, скажем, где бывало время путешествий на рынках, да, и вообще считается, что если хочешь узнать город и страну, и народ, то надо идти на базары, и там общаться, и там торговаться, и там покупать, и угощаться. Однако возникает ряд, на мой взгляд, логичных вопросов. Тогда что мешает? Ну, скажем, от центрального рынка, как муниципального предприятия, ведь не зависит экономическая ситуация в стране. Я сейчас говорю о поддержке крестьян. То есть, да, приходишь на рынок, и несколько удручает количество товара, выращенного именно руками и силой потом латвийских крестьян. Перекупщики, которые завозят импортную продукцию, те же самые, не знаю, греческую, клубнику, польские, яблоки, и перечислять можно долго и долго. Во-первых, в Латвии вот этой сельскохозяйственной продукции достаточно мало. Во-вторых, она значительно дороже. И вот, учитывая эти предпосылки, как вы все-таки видите, в чем может быть решение вопроса? Как добиться тех целей, которые вы ставите? Ну, во-первых, местная продукция развивается, ее становится больше и больше. Если посмотрим в последнее время, тогда она идет вверх. Во-первых, потому что есть сбыток, есть покупатели, которые именно ищут. Ну, я бы сказал, я сам это не скрываю, что я сам, когда иду в рынок, я тоже ищу местную продукцию. Да, я знаю, что она будет дороже, я это понимаю, но это будет местная. Вот там и появляется то, что есть эта проблема, например, маленькая, что, да, есть очень большие, мы завозим с Польши, с Гречи, то самые вещи, например, как клубника, черешня, то же самое. Но есть вещи, которые, например, те самые огурцы, ты можешь купить местные огурцы, можешь купить огурец в Польше, конечно, но в Польше будет дешевле. Эта ситуация так и есть, но большинство, я думаю, и я бы хотел, надеюсь, покупать вещи именно местные огурцы. И там надо было, вот это есть, то вещь, которую там, этот вопрос надо как бы решать, и больше показать, чтобы именно в центральном рынке ты знал, что ты можешь купить. Потому что нет секрета, что когда там, иногда даже мне самому трудно понять, это огурец местный или из Польши привезли, потому что, ну, трудно сказать. И вот это я бы хотел сказать, что одно и такое важное, чтобы вот, заходя в центральный рынок, он точно знает, что он может купить местную продукцию. Подождите, Каспар, простите бога ради, что перебиваюсь. Смотрите, местной продукции становится больше, а центральный рынок занимает территорию 7 гектаров. То есть, место там немерено, приезжай, торгуй. Так в чем же тогда проблема? А, и на каждом ценнике указана страна происхождения. И сколько я понимаю, на рынке есть специальная служба, которая достаточно строго следит за документами, которые свидетельствуют о стране происхождения продукции. Да, ну вот тут и есть, и показывают, что очень важно вместе срабатывать с местными производителями. И у них спрашивают, что именно то мешает или не мешает для них. Единственное, вот такой вариант, если я с ними разговаривал, один из вариантов, например, тоже самое, когда... Если вечером приезжают, например, ночном в рынке польские огурцы, тогда все, тогда цены сразу уходят вниз. Потому что пока польские огурцы не проходят, тогда у всех цены идет вниз. Это реальная ситуация иногда. Но это нормальная конкуренция. Да, так и есть, согласен. Это конкуренция. А в другом виде людям надо... Вот это есть центральный рынок, надо развивать как сам по себе тоже, чтобы он был удобнее, чтобы было больше покупателей. Для человека точно знать, если он приедет, что он свою продукцию сможет продать. Потому что в этом моменте самое главное для хозяйства, что он приедет, что он знает, что он может все продать. Потому что для хозяйства это довольно трудно, приехать в Ригу, это большая дорога еще, плюс-минус. Такие много вещей. Я бы сказал, что больше надо было развивать сам рынок как такой, чтобы он был как особо больше удобный. Потому что нету маленькому, например, как маленькому продуцу, скажешь, ты в Риме зайти не можешь. Это максимум зайти не можешь. А что тогда остается? Или, конечно, локальный рынок, ну, местный, который в городе, или гад от Риги, который, получается, не может подрывать. Или центральный рынок. А в Риге один из самых крупных – это центральный рынок, где мы все знаем, как мы сейчас рассказывали, что это где можно купить местную продукцию. Это надо развивать в Риге. Более того, это крупнейший в Европе рынок. Что касается биологической продукции, может быть, несколько слов об этом. Я так понимаю, что, в принципе, наши сельскохозяйственники готовы поставлять и вот эту биологическую продукцию, да? Вот эту биологическую лауксэмнециба. Конечно, мы уже очень выращиваемся на очень хорошее качество. Ну, а вот это будет тоже самая реальность, что она будет, конечно, немножко дороже. И конкурировать вместе с польским – это уже будет рынок, это ничего не сделает, так и есть. Ну да, покупательская способность населения такая, какая она есть. И, честно говоря, если есть выбор местная или импортная, хочется исключительно естественных, благородных, нормальных человеческих побуждений поддержать местное крестьянство, которое тоже, в общем-то, не жирует, не шикует. Но смотришь на ценники, сравниваешь, понимаешь, сколько у тебя в кармане, сколько у тебя в кошельке, но тут недопродуктового патриотизма, если честно. Напоминаю, мы беседуем с членом правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Касперсом Мелнисом, и этот Совет по сотрудничеству выступает за то, чтобы вернуть рижскому центральному рынку статус основного места сбыта продукции латвийских крестьян. Скажите, господин Мелнис, какой ваш опыт общения с администрацией рынка? Потому что пресс-релизами дело же не заканчивается, и наверняка со своими идеями, надеждами, чаяниями, желаниями вы приходили на место и общались там? Ну мы сейчас начинаем вот это, этот вопрос опять поднимается, и мы хочем опять этот вопрос решать, говорить, потому что мы сами знаем, что недавно поменялся Ильичская дума, и они опять этот вопрос подняли, и поэтому это как бы все начинается заново. И это действительно вариант, когда вот, я бы сказал, не вариант, а возможность, когда мы можем опять идти разговаривать и смотреть, что мы сможем вместе договорить, и как мы эту ситуацию можем улучшать. Как бы один, я думаю, из центральных вопросов, который мы очень будем пробовать решать, это то же самое, что ты делаешь. Просто птический рынок для покупателей больше удобнее. Хотя бы из такого маленького момента, как бы, чтобы можно было удобно человеку подъехать, ставить машину, нормально зайти, покупаться, и удобно дойти до авто и уехать. Потому что мы сами знаем, люди привыкают к хампорту. Это правда, да-да-да. Нет тот вариант, когда ты готов, например, уже будешь идти, потому что из первых, когда ты приезжаешь на рынок, ты идешь сидеть закупаться, закупаешь уже не на один день, но на побольше времени, и тогда ты не хочешь, например, нести полными руками, идти там полкилометра до машины. Это просто реальность какая есть, это все идет вперед, нам тоже надо смотреть, как можем идти вперед, это сделать больше удобнее. Я бы сказал, что это одно из самых важных моментов, если мы хочем. Местная продукция будет, если будет покупатель, но покупатель будет, если там будет, во-первых, удобно ему закупаться, и это будет ему привыкательно. Вот такие многие мелочи, которые надо там просто идти, разговаривать, смотреть, искать решение. Конечно, это решение не сможем найти, я думаю, в течение года, но мелочи делать надо, и пробовать смотреть такие вещи. Ну и тут как раз так совпадает, что, если не ошибаюсь, с 17-го числа истекает срок подачи проектов на конкурс, который организует Департамент развития Рижской думы, конкурс проектов развития центрального рынка. Вам что-то известно об этом конкурсе, или это действительно такое совпадение? Это совпадение такое получается. Да, может быть, еще такой вопрос, может быть, в завершении. Что касается вот, ну, лета, это все понятно, что лето очень большой набор, естественно, овощей, фруктов, то, что могут предложить латвийские крестьяне. Я знаю, что многие там крестьяне развивают даже какие-то такие, может быть, для зимы раньше непривычные ягоды, даже вот клубника появлялась в ноябре. Могут ли наши латвийские хозяйственники вот, ну, все-таки дальше продвигаться? Может, мы знаем, что присылают нам какую-то бельгийскую, голландскую, какую-то клубнику зимой, ну, в дорогие торговые сети. Я так понимаю, что есть возможность, что появятся и латвийские ягоды даже вот в такой вот зимний период. В конце концов, дыни с арбузами научились выращивать? Да, есть же латвийские? Да, есть, да. Конечно, ну, тут и есть то большое, что сами хозяйцы не сидят на времени, смотрят, развиваются, делают никакой секрет теплицы, чтобы быстрее выросло, то самое зимний, как бы уже было пораньше. Есть идеи, смотрят, чтобы было уже продукция, стараются всю зиму. Конечно, ну, я думаю, да, дынь и арбузов зимой мы не сможем растить, не получится, но смотря на другие вещи, мы обязательно... Да? Ну, клубнику быстрее можно, да. Благодарим, да, конечно же, Каспоро Мелнис. С нами был член правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, а латвийские крестьяне призывают к развитию рижского центрального рынка, и можно только поддержать латвийских крестьян в этом призыве. Желаем удачи Каспору, крестьянству в целом. Дело хорошее, дело благородное. Да, справедливости ради заметим, но это, конечно, больше относится, наверное, вот к магазинам обычным, что на сельскохозяйственную продукцию у нас сейчас свежую, так это называется, сельскохозяйственную продукцию у нас сейчас пониженной ПВН, вот уже два года, и еще продлено на два года, так что хоть какое-то подспорье и, во-первых, сельскохозяйственникам, может, ну и жителям, поскольку цена все-таки хоть как-то так держится и так быстро не растет. Кстати, нам такие экономисты дают очень неблагоприятные прогнозы по поводу роста цен на все продукты осенью, и это связано, во-первых, с тем, что, ну так нам говорят, что повысился спрос на все из-за пандемии, может, долгое время люди были ограничены в возможностях вот закупок, это раз, во-вторых, мы знаем, что будет, нас ожидает рост цен на энергоресурсы, и это понятно, что по цепочке, значит, подорожает все, и продукты, и другие товары, услуги, ну, готовимся к такой вот не очень благоприятной ситуации осенью. Да, на прошлой неделе у нас был гость как раз в студии, мы говорили с экспертом на эту тему, и, конечно же, на портале MixNews.lv были публикации, да, рост цен на энергоресурсы спровоцировал рост цен на все, подорожали, опять же, в пандемию перевозки, стоимость перевозки, потому что их стало значительно меньше, да, ну и как эффект домино, ну, в общем-то, все это отражается в итоге на ценниках магазинов, в которые мы ходим. Конечно, вот уже ожидается и повышение цены на электричество, на газ, на тепло, так что все будет, к сожалению, дорожать, будет ли такими же темпами расти заработная плата, я сомневаюсь, поскольку вот если еще до недавнего времени нам говорили, что, вы знаете, стоит только вот закончиться пандемии, и рост экономики будет такой, что вообще безудержный, вчера, по-моему, нет, не вчера, в пятницу, министр Соединенных Штатов, правительства, да, вот экономики говорил о том, что, к сожалению, вот эти прогнозы, оказающиеся чур оптимистичными, потому что, во-первых, пандемия затягивается, мы видим, что четвертая волна, вот во Франции заявили, что у них уже по существу началась четвертая волна коронавируса, и, во-вторых, вот такие бесконечные, с короткими перерывами удары по экономике, ну, кто же выдержит, какая экономическая система выдержит вот эти бесконечные ограничения, Франция сейчас опять рассматривает вопрос о возвращении к тем ограничениям, которые были зимой, так что, ну, пока такая не очень оптимистическая картинка, хотелось бы что-то надеяться на лучшее. – Сидим как на пороховой бочке, на самом деле, в любой момент что-то может произойти. – Да. – И главное, если бы в любой момент могло произойти хоть что-то хорошее. – Да, вот я не знаю, произойдет что-то хорошее сегодня в час дня, как ты сказал, на комитете по транспорту, но мы сегодня это обсудим. – Ну, минут через десять, да, председатель транспортного комитета Рижской думы Олов Пулкс будет с нами на связи по Зуму. – Не только об улице Чака поговорим. – Не только об улице Чака поговорим, конечно же, интересуют и другие вопросы, все эти изменения. Ну, во-первых, изменения локальные и временные изменения в транспортном, что касается транспорта на улицах, и долгосрочные какие-то прогнозы и перспективы, что нас ожидает, потому что тоже звучали в том числе в эфире нашей радиостанции различные высказывания, ну, например, правление Рига-Садек с моим полным составом было у нас в гостях, и тоже прозвучали такие мысли, мол, да, давайте построим перехватывающие те самые пресловутые стоянки Паркенрай, так называемые, но сделаем это в Берге и в Салоспилсе. – А, а можно задать жителям Далгогрива, к примеру, знают ли они такое слово, такую фразу Паркенрай, к примеру, нет? – А, по большому счёту, со стороны Далгогривы там нечего перехватывать по дороге в город, хотя пустить электричку до Уздвинска планы тоже есть, добираться… – Есть, есть. – Ну, как, автобус-то ходит, в общем-то, от самых там, от честных сооружений даже дальше, до самого до конца он доходит. – Да, до Уздвинска, да. – Поэтому, ну, как, согласно этим планам звучит всё логично. Автобус, который может тебя подвезти до этой перехватывающей парковки, даже в Уздвинске уже даже сейчас имеется. Другое дело, кому это надо? – Да. Ну, прервёмся на короткую паузу и потом вернёмся в студию и как раз поговорим вот с нашим экспертом, посредством Зума, поговорим об завершении уже, по сути, завершении эксперимента на улице Чака и вообще о том, что нас ждут осенью и зимой вот с этими столбиками, потому что здесь разная информация. Сначала сказали, что это временный вариант только на летний период, потом сказали, что нет, столбики останутся и зимой, и надо будет решать вопрос, как чистить вот это пространство на дороге между столбиками. Ну, видимо, цветочные вот эти вот горшки всё-таки придётся убрать. Интересно, что вместо них поставят. Возможно, бетонные плиты. Так, чтобы уже наверняка въехал, так въехал, как говорится, да. – Ну, уже даже представители полиции стали высказываться в том смысле, что не все решения одинаково полезны, которые были приняты. – Самое главное, что с ними никто не советовался. – Абсолютно. – То есть, видимо, из ЦСДД, полиция – это, видимо, не те структуры, с которыми надо советоваться решили чиновники и сделали, как им захотелось. Ну, вот, как им захотелось, мы сегодня и наблюдаем. Ну что, прервёмся, не переключайтесь, поговорим обо всём. Радио Болткома